Сердце винодела Лев Голицын ответил И в знак протеста покончил жизнь самоубийством Это были великие люди Отдавшие все, что у них было За успех крымского виноделия Сейчас на виноградники Крыма Пришли наши современники Кто они? Меня зовут Виталий Маринчук Я собственник Яйла Урбан Вайнери Это маленькая винодельня Которая находится в Севастополе Мы делаем всего 40 тысяч бутылок вина в год Почему Урбан Вайнери? Потому что мы находимся настолько прям в городе Что вот напротив нас есть остановка общественного транспорта Прям на троллейбусе можно доехать до винодельни Этим самым мы отличаемся от других виноделин Которые находятся где-то за городом Меня зовут Владимир Ковалец Я из города Ставрополя Я окончил Ставропольский государственный аграрный университет По специальности технологии обродильных производств и виноделия И сейчас являюсь инженером-технологом Компании Яйла Урбан Вайнери Я до этого работал в компаниях таких как Фанагория, Абрао Дюрсо и винзавод Олимп В Яйла Урбан Вайнери меня пригласил работать Виталий Маринчук Поработать с натуральными винами Мне это было очень интересно Торговый знак Яйла я зарегистрировал в 2013 году То есть нашему бренду 7 лет Яйла слово тюркского происхождения в переводе означает высокогорное плато Такое название мы дали своему вину, чтобы подчеркнуть крымское происхождение У нас все вина сделаны из крымского винограда Мы делаем белые, мы делаем красные, мы делаем розовые, даже оранжевые вина Мы работаем с разными сортами винограда В основном европейские сорта винограда, кроме одного Это наш крымский автохтонный сорт Кокур, он же аборигенный сорт Это означает, что родина сорта Кокур как раз таки Крым Слово Кокур тоже тюркского происхождения Переводится с тюркского как ароматный Он действительно имеет очень такой тонкий элегантный аромат Мы одни из первых, кто начал в Крыму делать сухой Кокур И одни из первых, кто вообще сделал оранжевый Кокур Про оранжи хотелось бы остановиться, что такое оранжевое вино Первый раз мы сделали свое первое оранжевое вино из сорта Мускат Блан в 2017 году Всего 3,5 тысячи бутылок Оно закончилось уже через полтора месяца Вино действительно произвело какой-то эффект взорвавшейся бомбы На следующий год я уже как бы сделал не 3 тысячи, а 13 тысяч оранжевых вин Эти оранжевые вины, они сейчас очень модные, они на пике популярности Почему же оранжевое? Оно оранжевое Мы когда делаем белое вино, мы берем виноград белых сортов И после прессования отделяем сок от мезги Когда бродит чистый сок, получается белое вино Когда мы делаем красное вино, мы ничего не отделяем Брожение происходит вместе с кожицей и косточкой И поскольку все красящие вещества находятся в кожице То вино получается красное Оранжевое вино, это вино из белого сорта винограда Но произведено по красной технологии То есть брожение с мезгой, с кожицей и косточкой Получается вот такой вот красивый янтарный цвет Оранжевое вино более тельное, более тонинное И когда мы своим гостям на дегустациях иногда наливаем наше оранжевое вино В слепой дегустации, в черный непрозрачный бокал Иногда гости пробуют и говорят, ну это наверное красное вино Оно по вкусу как красное, а по виду белое А сейчас я вам расскажу о своем любимом вине Это Мальбек, флагман нашей компании Имеет очень утонченный и приятный вкус Это красное вино, сделанное из сорта Мальбек Оно имеет довольно интересную историю Родина этого сорта Франция Но после очень-очень холодной зимы Вымерло примерно 70% лозы Но незадолго до этих самых холодов Сорт был завезен в Аргентину И это аргентинский Мальбек Его привезли лет 10 назад в Крым И посадили частные виноделы, у которых мы закупаем непосредственно сам виноград Наш Мальбек больше напоминает по органолептике Больше французский Мальбек, чем аргентинский Хотя Аргентина сейчас находится на первом месте Как вообще лидер по производству Мальбека во всем мире Хочу рассказать еще про одно вино Яйла резерв Пеноменье Его уникальность в том, что мы единственные в России Кто делает тихое вино из Пеноменье Пеноменье французский сорт винограда Который традиционно используется во всем мире Для производства игристых вин Если посмотреть, из чего делается традиционно шампанское в шампане То оно делается из трех сортов винограда Пенонуар, Пеноменье и Шардонет Пеноменье входит в состав шампанского И в Крыму традиционно Пеноменье тоже выращивался для производства игристых вин Мы первые, кто в 2017 году решили попробовать сделать из него тихое вино Мы сделали его всего пять бочек Тихое, значит не игристое Вино получается такое очень интересное, необычное Но вот сейчас уже мы три года подряд работаем с этим сортом Кто любит Пенонуары, то тем понравится наш Пеноменье Яйла Пеноменье резерв Потому что из Пеноменье получается вина еще более легкие И еще более элегантные, чем даже из Пенонуара Поскольку у нас очень маленькое производство Мы можем себе позволить разные эксперименты с винами Мы делаем, применяем у себя на винодельни Натуральные методы производства вина Что это значит? Мы, во-первых, применяем спонтанное брожение Это так называется брожение на диких натуральных дрожжах О чем мы пишем на каждой своей этикетке В углу есть надпись такая Natural East Мы используем минимальное количество серы Примерно в 10 раз меньше допустимых норм Мы используем минимум фильтрации Ну и вот другие такие фишки Которые позволяют нам делать живой продукт Если взять в руки гроздь винограда Пока не помыл виноград под проточной водой На ягоде виден такой вот белесый слой Который называется пуриновый слой В этом пурине живут миллионы различных микроорганизмов Которые селятся прямо на винограднике На этой ягодке В том числе среди этих микроорганизмов Штаммы дрожжей Они живут уже на винограде Когда мы привезли виноград сюда Отпрессовали его в прессе Из винограда вытекает виноградный сок В котором содержится сахар Свой природный сахар Который виноград накопил созревая под солнцем И когда вот этот сахар встречается с дрожжами Которые снаружи То вот и начинается спонтанное брожение При конечно при определенных правильных условиях При правильной температуре Гордимся тем, что мы не применяем искусственно выведенных дрожжей А пользуемся только натуральными дикими дрожжами При работе с живым продуктом Могут происходить и странные труднообъяснимые истории Мы сделали в 2019 году рислинг Первый наш рислинг Яйла рислинг Мы до этого никогда не работали с этим сортом А сорт непростой Сорт очень кислотный Вино бродило-бродило там полосени А потом в конце ноября, когда сильно похолодало Оно взяло и перестало бродить Дрожжи почувствовали, что зима, холодно, пора спать Дрожжи уснули А в нашем вине еще 15 грамм сахара Вино далеко не сухое Нам пришлось ждать до весны Пока дрожжи проснутся Вино стояло с такими спящими дрожжами То есть в спящем виде рислинг стоял у нас всю зиму Когда в середине февраля вдруг резко потеплело У нас в Севастополе бывает, что температура в феврале подпрыгивает выше 20 градусов Я уже обрадовался, думаю, ну вот сейчас начнется брожение Наш рислинг наконец-то добродит Но нет, не бродит и все Пока не проснется виноградная лоза И пока в виноградной лозе не начнется первое сокодвижение Никакие дрожжи не проснутся, как бы тепло на улице не было И действительно, только в апреле, когда первая почка появилась на виноградной лозе Когда проснулась виноградная лоза Тут и проснулись наши дрожжи И вино уже добродило до конца Живые вина, как и живой организм, нуждаются во внимании Они могут не перенести плохие условия хранения А после долгой дороги им бывает необходимый отдых Мы не продаем их в супермаркетах, мы не продаем их в сетях Мы реализуем их только через хорику То есть отели, винные бары, рестораны, винные бутики, винотеки То есть через профессионалов, тех, которые умеют обращаться с вином Вина, сделанные таким образом, они требуют к себе специального обращения То есть их нельзя перегревать, их нельзя переохлаждать Их нужно правильно транспортировать Мы имеем на выходе очень качественный продукт с ароматикой Вина, которая непосредственно передает характеристики винограда Конкретного винограда выращенного в конкретной местности Насколько Эйла Урбан Вайнери используют только натуральные технологии То какие у виноделов есть способы повлиять на вкус и аромат вина Но чтобы сделать их более разнообразными Когда мы делаем наши такие вина, как Пену Нуар, Пену Минье То для усиления тела вина мы иногда бродим виноград без отделения от грибней Мы загружаем в емкость, минуя гребнеотделитель, а загружаем целыми гроздями Для чего это делается? Грибень – это веточка, на которой держатся ягодки Если бродящее суство попадает в часть вот этого гребня Это усиливает тонинность, усиливает мощь этого вина Единственный нюанс – гребень должен быть очень хорошо вызревшим То есть если гребень зеленый, то тонины будут очень шершавые, неприятные во вкусе Поэтому гребень должен быть такой уже слегка, скажем так, одеревеневший Тогда тонин будет мягкий, элегантный и вино будет вкусное Дубовые бочки – неотъемлемая часть винного производства еще со времен Древнего Рима Их фактура, размер, степень обжига и порода дерева все имеет значение и является частью технологии многих вин Мы используем три вида бочек для выдержки вина Это два французских производителя – Сильван и Раду А также отечественные бочки из кавказского дуба Как дуб влияет на вино? Многие почему-то думают, что дуб используется только лишь, чтобы придать вину ароматы ванили, кофе, табака Чтобы насытить его этими ароматами, и тогда вино, значит, попадает якобы в категорию резерв Это, конечно, да, но первостепенная задача бочки – это дело в том, что поры дуба, они пропускают кислород Бочка насыщает кислородом вино Происходит процесс, который в винодельческой терминологии называется микрооксидация Вино под воздействием кислорода, оно взрослеет, оно меняется, оно стареет, оно становится более сложным, более интересным И вот это первостепенная задача бочки Каждая бочка, она по-своему влияет на вино Мы разные сорта, разные вина выдерживаем в разных бочках Вина, которые получаются более легкими, более элегантными, такие как тот же Пинануар, Пинаменье Мы всегда выдерживаем во французском дубе И французский дуб очень хорошо работает с такими сортами Вина более мощные, такие как Кабарне, Савиньон, как Мальбек Мы выдерживаем как во французском, так и в кавказском дубе Кавказский дуб, он более интенсивно влияет на вино И поэтому хорошо подходит для таких вот сортов, как Сера, как Мальбек Также мы некоторые белые выдерживаем в дубе Вот наш резервный Шардоне, мы его как раз таки выдерживаем в отечественных бочках из кавказского дуба Каждый винодел мечтает создать свой бренд И его появление, как правило, имеет уникальную историю В этом году мы выпускаем новую, абсолютно новую линейку вин под названием «Космос» Как вообще родилась идея создания этой линейки вин? В прошлом году я, будучи в Петербурге в командировке, познакомился с питерским художником-абстракционистом Андреем Свебовичем Я попал на его выставку «Флэт Космос», где увидел такие работы Он берет сотни фотографий Вселенной и накладывая их одна на одну, собирает воедино Получая вот такое, что мне напомнило Когда смотришь под микроскопом на каплю бродящего сусла Ты понимаешь, что это и есть настоящий микрокосмос Я когда смотрел на его работы, я понимал, что есть много общего Поэтому возникла идея использовать его работы «Флэт Космос» для своих этикеток Мы заключили некую коллаборацию с художником И теперь у нас в этом году выходят новые 8 вин под названием «Космос» Мы посетили Яйла Урбан Вайнери в самый разгар сезона Когда виноделы разливают вино по бутылкам, сортируют, готовят к продаже Такая интенсивная деятельность стала возможной после принятия ряда законов последнего времени Мы год назад получили здесь лицензию ЗГУ ЗГУ – это вино защищенного географического указания ЗГУ Крым – это означает, что мы можем делать вино только из крымского винограда Это большой плюс Это позволило многим виноделам перейти из категории гаражистов Людей, которые делали вино, но не могли его официально продавать Смогли выйти, стать на официальные рельсы Смогли легализоваться и теперь работать под лицензией Получать акцизную марку и продавать свое вино официально Это очень важно В винодельню постоянно приходят люди Их интересует технология создания живых вин и их история Здесь можно записаться на дегустацию и приобрести вино, как говорится, из первых рук В данный момент за моей спиной вы наблюдаете емкости для брожения виноматериала Они сейчас пустые, потому что мы готовимся к сезону И мы готовы ворваться в этот сезон точно так же, как на нашем граффити красное вино врывается в это помещение Вот такая вот наша Яйла Урбан Вайнери Когда-то Лев Сергеевич Голицын сказал Мы все, господа, верим в русское виноделие Это будущее богатство России Но нам нужно сплотиться, чтобы создать это богатство Наша слабость заключается в том, что мы не верим себе Мы считаем иностранные книги Мы слушаем иностранных людей И вместо критики отступаем перед ними за благоговением Да разве иностранец желает, чтобы мы ему явились конкурентом на всемирном рынке? Никогда! А ведь вся суть в том, что... Можем делать хорошие вина Теруар Крыма, Теруар Севастополя позволяет делать очень высококачественные сухие вина Позволит нам в итоге сделать великие вина